Привет, красотка! С наступлением осени меня очень сильно потянуло на уборку. В принципе, у меня происходит так примерно каждый сезон. Либо когда один сезон заканчивается, либо когда другой сезон начинается. Мне хочется избавиться от лишнего, навести везде порядок. И недавно в сторис я разбирала вместе с вами, точнее, просто показала до-после мой рабочий стол. Так вот, я намекнула, что в скором времени я буду разбирать также и свой туалетный столик, и что там немало работы. И посыпалась очень много просьб заснять все это на видео. Друг друга будем мотивировать. На самом деле, да, знаете, я очень любила такие передачи в детстве, типа «Квартирный вопрос». В общем, я очень любила наблюдать за тем, как кто-то прибирается. Меня это действительно мотивировало заняться очищением своего пространства. Но сегодня необычная у меня чистка, потому что она будет масштабная. Я хочу избавиться от 50% моей косметики. Сделать так, чтобы она больше не пополнялась. Сделать так, чтобы я обходилась тем, что мне действительно надо, без излишеств. Потому что, посмотрев на свой туалетный столик сейчас и осознав, что за тот год... Извините, пожалуйста. За этот год, я последнее видео на эту тему снимала год назад, я некоторыми палетками даже не воспользовалась. Потому что, ну, это физически невозможно успеть даже осознать, что у тебя есть эта палетка, если у тебя лежит их миллион. И еще в том видео я заикнулась, что я начинаю отказываться потихоньку от рассылок, чтобы мне бренды не высылали пачки косметики на обзор, не на обзор, на использование, не важно. Сейчас я вообще прекратила получать рассылки, я от всего отказалась. Если мне что-то надо, я проще покупаю это сама. Осталось очень маленькое количество брендов, с которыми я работаю, с которыми я сотрудничаю и на рассылки которых я согласна. Потому что, как показывает практика, меньше значит лучше, меньше значит качественнее, меньше значит меньше беспорядка. А значит и больше порядка в голове, значит и больше счастья. В общем, философия пошла. Поэтому я просто хотела предупредить, не пугайтесь, не удивляйтесь, в этом видео будет много косметики на выброс. Потому что то, что еще не вскрыто, конечно, я могу подарить кому-то, знакомым, подписчикам. Но то, что уже хоть раз открыто и попользовано, к сожалению, с этим ничего уже не сделаешь. Я предлагаю перейти в тот заветный уголочек. И если вы еще себе не налили водичку или чаек, то сделайте это прямо сейчас. Мы начинаем расхламление, великое расхламление. Я хочу показать вам самое настоящее до, без прикрас. Я вообще ничего не трогала, ничего не передвигала, не меняла местами. Просто реально, это то самое до, с которым мы будем работать. И, конечно, здесь все ужасно, ничего не понятно, что происходит. Дело в том, что у меня вот эта коробка была всегда сформирована, как типа мой ежедневный макияж, чтобы наносить и ничего не доставать вот из этого ящика. Но суть в том, что сюда в итоге накидалось вообще все, что только можно. Даже кремы какие-то, евины резиночки. И организовалась косметичка, которая действительно используется мною каждый день, которую я ввожу с собой там в путешествие. И я поняла, зачем мне вообще тогда это? В ящике все без изменений. У меня те же самые разделения. Но я хочу, как уже сказала, избавиться от 50% того, что здесь лежит. Вот эти палетки, я как запихнула их сюда год назад, они так и лежат. Зачем тогда? От половины кисточек я тоже, кстати, хотела бы избавиться, потому что столько тоже не надо. В общем, цель моя, чтобы все это выглядело поминималистичнее, попроще. Приступим. Для начала я достаю все просто для того, чтобы вымыть сам ящик, где хранится косметика, пропылесосить его от каких-то рассыпанных теней, пыли. И по мере освобождения сразу прощаюсь с тем, что очень давно не использовала и понимаю, что вряд ли буду когда-либо использовать. На этом этапе моя рука превращается в яркую палитру, где тестируются помады, тональники, подводки, и тут же проходит суд над ними. С очень серьезным лицом, между прочим. Ну а если все это происходит под мою любимую музыку, то просто начинается сольный концерт, но это мы опустим. Прошло у нас полчаса. Я время отслеживаю, знаете как? Я в ютубе включила целый альбомище Imagine Dragons, то есть там часа два, наверное, и вот от всего этого видео прошло полчаса. Я имею очень хорошие успехи. Это все идет в помойку. Например, прямо сейчас я нанесла на губы матовую помаду от Nars, от которой я всегда была в восторге. Несмотря на то, что редко ее носила, мне казалось, что она мне очень нужна и что она красивая. Я нанесла помаду, продолжила дальше разбирать и просто мельком иногда поглядываю на себя в зеркало и понимаю, ну не мое. Может быть сейчас не мое, может быть раньше мне больше нравились такие оттенки, то есть прямо которые уходят в темный бордовый, темный какой-то, даже фиолетовый у меня некоторые были. Ну вот сейчас я прямо понимаю, нет. И наоборот, я с удовольствием ставлю косметику, которая доходит три года, да, если, конечно, срок годности не истек. Но если она моя любимая, например, вот этот стик от Lamelle, вот это прямо мой цвет. И я вот с ним ни за что не распрощаюсь. Сейчас надо будет выбирать, что я оставляю из похожих между собой продуктов. Например, у меня есть трое румян примерно одинакового оттенка по качеству, по нанесению, по растушевке. Один только вопрос, зачем мне три? Да, немного по оттенкам они отличаются, но мне это абсолютно не критично. Все три мне нравятся одинаково. Это Eva Mosaic, это MAC и это Maybelline. Я оставлю две палетки. Одна будет лежать статично вот в этом ящике, а одна перекочевываться постоянно в косметичке. И здесь просто нужно холодное сердце. Подержала, почувствовала и поняла, что Maybelline идет в бедро. Объясню, почему. Я вообще обожаю Eva Mosaic. У меня к ней какая-то супер теплая любовь. Я и Maybelline, конечно, люблю. Но с Eva Mosaic, я бы сказала, я начинала вообще свой путь в косметику, в декоративную. Ну а MAC, потому что это MAC. И обе палетки у меня очень давно. Это значит, что они очень медленно тратятся. Это значит, что еще плюс год пройдет. У меня до сих пор останется этих три палетки. Дальше нужно выбрать бронзер. Это Stellary. Это Vivienne Sabo. Несмотря на то, что здесь целых три цвета, и, казалось бы, это лучше, больше продукта, я ими вообще не пользуюсь. Я сейчас именно вопрос поднимаю касательно скульптора. И мне больше нравится Stellary за его натуральный оттенок. Поэтому прощаюсь с Vivienne Sabo. Хотя продукт хороший. Относительно продукта никаких вопросов нет. Вы представляете, это я сейчас выбираю, ну, хотя бы 100 косметических вещей. А некоторые люди, ну, они прям дикие минималисты, живут в концепции 100 вещей в целом. То есть 100 вещей в жизни. Включая все. Документы, книги, вещи, то есть одежду, обувь. Как? Но в целом тема меньшего потребления и минимализма меня очень привлекает. То есть сейчас, чтобы вы понимали, у меня не наросло за этот год косметики. Это как раз-таки та косметика, которую я оставила год назад. Но она у меня не потратилась практически. И новую я вообще минимально покупала. Ну, серьезно, я там подводки цветные максимум купила, потому что у меня их не было, потому что мне хотелось определенных цветов. А так я, получается, перестала потреблять, и сейчас осталось только убрать еще и лишнее. И точно так же у меня остается две, на самом деле, палетки, потому что одна у меня еще от Ифраше. Я ее очень люблю, и у меня даже не было выбора, выбрасывать ее или нет. Тоже одна будет жить в туалетном столике и одна в косметичке на каждый день. Четыре красные помады. У меня что? Четыре лица. Конечно, немножечко они отличаются. О, я уже поняла, что пойдет на выброс. Пойдет на выброс вот такая блестящая, потому что я не выношу красные, прямо блестящие помады. Мне нравится все равно какой-никакой матовый финиш. Это такая малышечка подарок от моей сестры от Dior. Тут, как бы, наверное, нет вопросов вообще. Ее я точно оставляю. Сейчас, девочки, будет очень сложно. Просто посмотрите на это. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять палеток. Давайте, раз уж я сказала, что на 50% косметики должно стать меньше, значит, из 10 палеток я должна оставить только 5. И, в принципе, первое, с чем я могу попрощаться, это вот такая палетка. Она от Be Special, но я абсолютно... Вот я сейчас ее увидела, я вообще забыла, что когда-либо ее видела в глазах, потому что она для бровей, и здесь только такие темно-коричневые оттенки. Что я точно знаю, что оставлю, это вот эта палетка White Peach от Too Faced. Во-первых, она пахнет персиками. Во-вторых, у меня тут самые любимые цвета, которые я до дыр уже использую, но и ничего. Вот это MAC. Вот, если честно, я смотрю и понимаю, что бесполезная немного палетка. Я тоже очень давно ее не пользовалась, и если мне нужны вот такие золотистые оттенки, то это вот такая очень классная палетка, которую я точно оставляю от Stellar. Поэтому MAC, MAC, пока! На самом деле, я подумаю, кому могу ее дать, потому что, в принципе, кто сильно не брезгует, можно протереть, скажем, мицелляркой или чем, я не знаю. Потому что некоторые тени здесь вообще не тронуты. Вот здесь у NYX очень интересные цвета, потому что они яркие. Я сравнила с White Peach, они все-таки отличаются. То есть, например, здесь такой красивый бордовый, оранжевый как раз на весну. Ой, здравствуйте, у нас осень началась. На осень. Наверное, ее я тоже оставлю. А здесь вообще ничего нового для меня нет. Это, наверное, тоже была рассылка от Yuen Sabo, и нужно было в видео показать все, то есть попользоваться всеми. Я бы так даже не вскрывала. То есть, цвета классные и качество очень классное. Я когда пользовалась, я помню, что я была довольна. Но так как у меня уже палетки взаимозаменяют эти цвета, зачем хранить две? Я как будто в каком-то шоу «Последний герой» или как это называется, где там на выбывание идет. Получается, я сохранила уже три палетки. Один, два, три. И мне можно сохранить всего две. Вот здесь, казалось бы, много оттенков, но они все такие одинаковые. И самое главное, это коричневые, бежевые у меня есть. Я от Nars оставлю, а вот эти две спрошу у знакомых, нужны ли они, потому что они тоже практически новые. А здесь все цвета у меня совпадают. Здесь все цвета совпадают с теми, что я оставляю. Кстати, очень красивые, на самом деле, от Evelyn. Шикарная палетка, но будут искать новых хозяев. И последний выбор, который мне предстоит, это две транспарентные пудры, в общем, рассыпчатые, от NYX, от Laura Mercier. Где? Здравствуйте. Вот, Laura Mercier. Я оставляю Лору. Я понимаю, что продукта здесь на очень долгое время хватит. У меня сейчас моя рассыпчатая пудра от Too Faced служит мне уже очень долго. Я понимаю, что мне просто эти две банки за жизнь, наверное, не использовались. С этой я прощаюсь. Это оставляю себя просто в туалетном столике жить. То, что я оставляю на самой поверхности столика, это вот такая шея. Декольте, бюст, как это называется. Мне очень нравится это изобретение, как оно смотрится. Хранит мои подвесочки, ожерелья. Здесь посередине всего 4 бутылечка. Это масло для волос. На кончике наношу, очень мне оно нравится. Сыровая мицеллярная вода. Тоник от бренда Sativa. И водичка с ромашкой от Ifroche. Просто сбрызгиваю ею в течение дня, когда захочется какой-то свежести. Перед макияжем, можно после макияжа, можно во время нанесения макияжа. И, кстати, об Ifroche. Бренды Ifroche, с которыми я очень плотно и многие годы дружу, это осенью день рождения. И не просто день рождения, а целый юбилей. Они чуть постарше меня. Мне это осенью 24, а им 30 лет аж исполняется. Я очень люблю эту марку, искренне радуюсь за них, за все их новые шажочки. Потому что они действительно одними из первых во многих направлениях, особенно у нас в России были. Оказывается, это первая марка, которая пришла в Россию после распада СССР. До этого российские женщины могли пользоваться только тональником балет и тушью в картонной коробочке. Самые первые ввели понятие эко-сумка в России. Сейчас это модно, сейчас это всем известно, развито, что есть вот такие сумки, которые позволяют закупаться без вреда для планеты, не используя пластиковые пакеты. И вот, оказывается, для России это понятие открыла марка Ifroche. Также лично мне было про пластик очень интересно услышать. Оказывается, европейским производителям было предписано к 2025 году производить только такую упаковку, которая на 3% состоит из переработанного пластика. И самое интересное здесь то, что марка опередила все эти прогнозы и уже с конца прошлого года начала производить все флаконы во Франции полностью из переработанного пластика, то есть на 100%. Не знаю, как будто у моего близкого друга день рождения, я вам об этом сообщаю. Марка в честь своего дня рождения дарит приятные подарки, так что переходите обязательно по ссылке в описании. У меня один вопрос. Зачем? Зачем мне так много кисточек? Некоторые, конечно, действительно незаменимы, например, вот такая большая для пудры, тут даже вопросов нет, что я ее оставляю. Тоже большая для скульптора, для коррекции лица ее использую. Для румян можно использовать как такую, так и такую, мне они обе одинаково удобны, но если нужно было бы выбрать одну, то я бы выбрала вот эту. С этой прощаюсь, но ее я не выброшу, а просто отдам, ее можно помыть, предложу кому-нибудь из моих девочек. Вот от этой мак я точно откажусь, она абсолютно бесполезная и прям меня удивляет, если честно, почему она такая странная. Она как бы для пудры рассыпчатой. Я к ней полтора или два года пыталась привыкнуть, но она действительно будто лысая, знаете, то есть она слишком тоненькая. Вот если бы я не знала, что это мак, я подумала, что это какая-то с Алиэкспресс кисточка, очень некачественная при том. Этой кисточкой я тоже не наношу тон и вообще тут очень много еще для тона, но вот такой обочинок для меня самый удобный вариант. Вот ее и оставляю, а вот эту тоже для тона от Real Techniques нет. Она дуофибра, но она вообще неудобная, она полосками размазывает все, я ей практически никогда не пользуюсь. Такую можно будет оставить для коррекции носа, например, хотя вот я этого вообще не делаю. Типа, знаете, чтобы вот так подкорректировать, не большой вот этой растушевывать, потому что неудобно, а маленькой. Но я этого не делаю в жизни. Значит, она мне не нужна, правильно? Ну ладно, для каких-нибудь особых случаев до следующей чистки я ее оставлю. А вот с этим я прощаюсь. Еф, ты помощница? Да. Что ты делаешь? Дем. Какой цвет тебе больше всех нравится? Этот. 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 Пойдем, пойдем, пойдем. Не прошло и трех часов. Смотрите, что мы имеем в конце. Чистейший стол. Здесь нет даже моей косметички, которую постоянно я держала для ежедневного макияжа, потому что она впервые у меня поместилась в первый ящик. Первый и единственных здесь их больше нет. Это, кстати, не моя уже, можно сказать, потому что это я буду разыгрывать среди вас. Вот что у меня получилось. Здесь вы можете видеть много тональников, действительно их много. И я даже не думаю о том, что можно что-то выбросить. По одной простой причине. Цвет моего тона всегда меняется. Поэтому то мне нужен суперсветлый, то мне нужен супертемный. Здесь только тоны. Adjaster. Это как раз-таки такое средство, которое помогает с помощью добавления всего лишь одной капельки самый светлый тон превратить в нужный вам. Здесь те самые сухие палетки, которые мы оставили. Румяна, пудра в единственном экземпляре. Корректор. Тени, тени. Еще одна палетка, кстати, обошлась без вашего внимания вообще. И это тот самый момент, когда я просто оставляю, потому что это мак, и потому что у меня с этой палеткой связано очень много. Большинство своих макияжей на канал я делала с помощью нее. Здесь моя косметичка для ежедневного макияжа. То есть захотела, просто взяла, и здесь будет пусто. Если нужно куда-то в путешествие быстренько собраться, то она всегда на готове. Здесь большой такой отсек для подводок. И с ними тоже такая отдельная история, потому что я не стала избавляться ни от одной практически. Потому что подводки цветные это то, что я невероятно люблю. Зеленые, желтые, розовые, черные. Здесь всего лишь вот столько осталось. С остальными тенями, однушками я попрощалась, потому что, правда, их не использую. Оставила вот такие красные от NYX с шиммером и розовое золото от Be Special. Просто зацените, как мало помад у меня осталось. Я скрутила вместе матовые. Самые любимые оттенки от MAC. Это не матовые, но и не кремовые. То есть у них не совсем уж сильно матовый финиш. Здесь красная и нюдовая. И карандашики также. Здесь маленький уголочек, островочек уходовой косметики. Тоже все в единственном экземпляре. Лак для укрепления ногтей. Я делаю в основном гель-лак. Но если когда-нибудь захочу отдохнуть, просто нанести укрепляющий лак, то нанесу этот сиси-крем. Ну и там что-то тоже средство для губ, какие-то увлажняющие штучки. Тут точилка. А, пропустил этот маленький отсек. Здесь карандашик для бровей, гель для бровей. Ну и, признаюсь честно, эта палетка тоже у меня остается просто потому, что это Джеффри Стар. Просто потому, что она безумно красивая. Может быть, это как раз-таки повод наконец-то начать ею активно пользоваться. И самые разные приятности для вас, которые не были вскрыты. Это значит, что я могу кому-то это подарить, а не выбрасывать. Здесь и масло для кутикулы, и блестки от NYX, и палетка от Vivenso Bo. Лак для ногтей. И еще, кстати, ободочек. Мне он очень нравился, но я перестала его носить, не хочу выбрасывать. Так что тоже упакую в эту косметичку. Условия конкурса максимально простые. Подписка на мой канал, если вы вдруг на него еще не подписаны. На мой инстаграм и комментарии под видео. Любой комментарий, главное, напишите свой ник инстаграма. Так я пойму, что вы участвуете в конкурсе, а не просто написали комментарий. И в случае чего свяжусь с вами именно так. Ну, а я вас благодарю за просмотр. Надеюсь, что это видео могло немножко вдохновить на организацию своего пространства, бьюти или рабочего пространства. Навести порядок, просто помыть кисточки. А может быть, вы просто хорошо провели время, я надеюсь. Увидимся с вами совсем скоро. Улыбайтесь чаще. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok